Школьная пародия на Утёсовскую песню «Два друга». Другой песню пой, и если один получал из них два, кол получал другой, кол получал другой. Уже в эту пятницу, 11 октября, в Свердловском академическом театре драмы состоится премьера спектакля «Республика Шкит». И у нас в гостях исполнительных главных ролей этого спектакля Александр Хвостов, Валентин Смирнов. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Вы так переглянулись на слове исполнителя главных ролей. Это правда? Это правда. Или они только что сейчас об этом узнают? Это правда. Не, наверное, мы переглянулись, потому что главность наших ролей, наверное, она всё-таки весьма условна, потому что у нас ещё много замечательных, ярких работ в спектакле. И у других артистов, таких звёзд и театра драмы, как Илья Порошин и многих других. Тише, тише. И это ансамблевый спектакль, действительно, потому что все видны, все заметны. И мы работаем очень партнёрски и делаем одно большое общее дело. Самый, наверное, первый и стандартный, но сложный, тем не менее, вопрос. О чём спектакль? О свободе. О свободе и как эта свобода теряется через творчество. Слушай, в основном через творчество свободу вроде как приобретают. Ну, в данном случае, когда зрители придут, увидят, что через творчество как раз-таки и идёт потеря свободы. Ну, это уже спектакль. Ну, то есть, всё-таки настроение, такое финал у меня, как у зрителя будет? Всё-таки мажорное, минорное? А, ну, и настроение будет философское. Потому что, ну, во-первых, в нашем спектакле, я думаю, зрителям при просмотре будет и весело, и грустно, и трогательно, и какие-то моменты, может быть, даже страшно. И очень, думаю, будет познавательно при всём при том. Потому что наш спектакль представляет собой не сухой пересказ сюжета Республики Шкит, а также рассказывает историю её авторов, именно личную их историю, историю их дружбы, историю их жизни, творческого пути. Что помимо самой Республики Шкит, да, материалы используются в спектакле? Ну, да. Какие источники? Ну, давай, давай, давай. Ну, конечно, это документальные источники дела Белых, когда его посадили за творчество, об этом как раз и говорится. И архивные материалы – это письма, письма Белых Пантелееву. Также ещё цитаты Максима Горького, допустим, о том, как он отзывался об этом произведении, именно о Республике Шкит. Как работаете с режиссёром? Как шла подготовка, репетиции? Очень увлекательно. На самом деле, действительно, нам пришлось изучить достаточное количество сопутствующего материала и документальных, действительно, разных текстов и статей, интервью, писем. Я должен сказать, что наш режиссёр Дмитрий Егоров, он работает с, я не знаю, с какой-то завидным упорством и исследовательской вот этой жилкой. И мы очень много изучаем жизнь авторов и жизнь выпускников школы Достоевской, вообще о самой школе, много сопутствующей информации. Очень интересно, очень... Это новый опыт, также актёрский новый опыт, потому что это некий симбиоз, знаете, так называемого вербатима, то есть документального театра и чисто актёрского театра и режиссёрского. Это интересно. Скажите, а вот те герои, ваши герои, они вам по духу близки или нет? Мне мой герой Леонид Пантелеев, он же Алексей Еремеев. Могу сказать, да, по духу близок, по духу, и, наверное, даже по какой-то своей психологии, по какой-то своей философии, возможно, да. Наверное, почему-то же нам дали эти роли. Ну, да, наверное, так. Ну, наверное, потому что вы актёры, поэтому, ну, можно же делать. С другой стороны, опять же, да, работа наша заключается в том, что, как говорится, любая роль, которая тебе достаётся, она должна быть присвоена, нужно её полюбить. И нужно в ней как-то вырасти, нужно, да, переспать с ней. Как решается вопрос с тем, что в Шкиде там история идёт про детей, причём возраст не старше 16-17 лет, а театр драмы – это всё-таки не тюз, где все только молодые-молодые. Как здесь этот вопрос решается? Тут нужно конкретно поставить себе вопрос, что мы играем либо детей, либо мы всё-таки играем про них, про их жизнь. И вот в данном случае режиссёр нам об этом и говорил, не нужно уходить вот в… В детство. Да, в такой момент, что давайте здесь покривляемся. Нет, мы играем про этих людей. Не нужно забывать о том, что это всё-таки люди, которые жили, которые были, которые так же, как и мы с вами сейчас общаемся, они так же общались про них. Вот, наверное, посредством этого. Кому будет интересен этот спектакль? Всем без исключения. Лично мне кажется, что поколение, которое очень хорошо знает Республику Шкид, они найдут в этом спектакле новую информацию касаемо жизни самих авторов. А тех, кто не знаком, то мы их постараемся замотивировать тем, чтобы они либо прочитали Республику Шкид, либо… Мы просто получили новое впечатление, познакомившись вот именно в театре драмы, первый раз с этим произведением. Ребят, у нас и у вас есть сейчас возможность вытянуть того человека, который отправится на премьеру, на спектакль, поэтому… Слушай, они, конечно, актёры, но руки у них тоже не резиновые, они так не дотянутся далеко. Давайте выбирать победителя. Мы сегодня говорили на тему почты, какие были всякие интересные случаи, может быть, курьёзные, и разыгрывали два билета как раз на премьеру 11-го числа. Объявляйте победителя. Давай, будь глашатой. Ирина Мурашова. Ура! Зачитай, пожалуйста, садись. Доброе утро. Как-то переписывалась девочка из лагеря. Она рисовала карандашом и отправляла мне свои рисунки. А ещё родственники присылали поздравительные открытки, и я любила обводить ручкой написанные. Приятные слова, приятно обводить ручкой. Поздравляем, да. Получилось в прямом стиле нашего спектакля. Ну и поздравь с тем, что человек-то, да, куда идёт? В театр драмы. Ирина, я вас поздравляю. А куда смотреть? Ирина, я вас поздравляю. Вы идёте в театр драмы на спектакле «Республика Шкиф». Спасибо, ребята. Спасибо вам большое. Вам хорошего дня, отличного настроения. Ходите в театр, ходите в кино. Работайте хорошо и отдыхайте хорошо. Нечего добавить. Просто смотрите «Утренний экспресс» понедельник по пятницу. На выходных можно в повторах. Пока-пока. Целуем, пока-пока. Помашите ручкой.